В эту субботу в нашей стране состоится очередной уже ежегодный большой субботник. И об этом мы поговорим вновь в нашей передаче «Жизнь сегодня». Но перед этим напомним о том, что добрые дела заключаются не только в добровольном труде, но и в помощи другим людям. Так работники британского посольства Латвии своеобразным способом решили помочь латвийским детям-сиротам. Давайте посмотрим об этом сюжет. Жители и гости страны активно готовятся к ежегодному главному забегу года. Марафон у Латтелекома, который состоится 14 мая в столице Латвии. В этом году третий раз подряд к забегу присоединятся и сотрудники британского посольства в Латвии. На этот раз, чтобы поддержать детский дом Званнеки. Я так рада поддержать рижский марафон в этом году, как раз рассказывала организатору. Команда в самом большом составе. И в этом году мы бежим в поддержку двух благотворительных организаций. Детского дома Званнеки и The Duke of Edinburgh Awardsham. И мы хотим поддержать работу, которую осуществляют обе эти организации в Латвии. В Соединенном Королевстве, в лондонском марафоне практически все бегут в поддержку благотворительных организаций. Или из похожих соображений. И мы хотим привнести немного этой британской традиции в рижский марафон. Цель дипломатов посредством забега собрать 2000 фунтов для одного из детских домов. Накануне совершили пробный забег по парку Кронвелда. Спорт – это в любом случае замечательно. Так что поддержка замечательных дел – это еще одна вещь, которая важна для людей в нашей стране. Марафон предоставляет нам шанс делать эти вещи одновременно. Поддержать доброе дело и совершать что-то, что поддерживает нас в форме и улучшает чье-то благополучие. По словам Криса, нет ничего невозможного и нужно помогать другим, если у вас такая возможность есть. Кто угодно может это осилить. Мне 52, и я считаю, что надо быть в форме и после 50. Если я могу это делать в моем возрасте, то и каждый может. Нужно участвовать, выйти на улицу, держать себя в форме, быть активным, быть здоровым и делать что-либо во имя достойной цели. Напомним, ежегодный рижский марафон «Лат-Телекома» в этом году состоится 14 мая. Пожертвования в поддержку детского дома «Званные» можно внести, зайдя в интернете на ссылку, которую вы видите на своем экране.